Женщины и молодежь. Развитие бизнеса в регионах. Инновационные решения. Знания и опыт. Капитал на развитие. Проект ПРООН. Укрепление устойчивости местных сообществ и регионального сотрудничества в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии, финансируемой правительством Японии. В рамках проекта в регионах поддержано 78 проектов. Из них 47 стартапов и предприятий молодых бизнесменов. Общая сумма фонда 7 миллионов 661 тысяча сомов. Мы называли «Зортакси». На диалекте это «лучший». Здесь живет много национальностей. Это слово часто используют, поэтому мы выбрали название, которое будет всем близко. Нурали Пазиев. Основатель «Зортакси». Город Исфана. Баткенская область. Запуска проекта мы обеспечили работой более 60 таксистов. Они оказывают услуги населению. У нас также есть два оператора. Мы поставили у них дома компьютеры. Сейчас они работают из дома. У нас большие планы на будущее. Мы верим, что под брендом «Саракыс» произведем еще больше вкусной и полезной для здоровья продукции. Чертана Дзиркенбаева – основательница бренда «Саракыс» из Сыкульской области. Благодаря производству я покупаю местные товары и услуги. Обеспечиваю людей в своем регионе работой. Из фонда поддержки мы получили 167 тысяч сомов. Эти деньги нам выделили на обучение учителей и учеников, работе на онлайн-платформе и на открытие обучающего центра. Особых трудностей по онлайн-обучению учителей и учеников у нас не было. Мы работали с людьми из всех регионов страны. Но во время оффлайн-обучения мы столкнулись с небольшими трудностями, потому что были ограничения. Однако мы постарались наладить работу оффлайн, и у нас все получилось. Сегодня мы в нашей школе открываем Центр развития молодежи. Мы назвали наш Центр развития «Инновационный центр молодежи». Потому что для обучения молодежи мы используем современную технику и оборудование. ПРООН передала нам глобусы, два телескопа и четыре микроскопа. Мы думаем, что с этой современной техникой мы сможем сделать вклад в развитие молодежи села Нариман. По сравнению с прошлым, примерно 30-40% покупателей постепенно привыкают к интернет-магазинам. Даже те, кто раньше не обращал внимания на этот способ покупок. Где больше клиентов? Не на сайтах, потому что люди стали меньше заходить на них. Вместо этого мы используем Инстаграм, Ютуб или другие платформы, потому что там больше пользователей. Раньше я готовила рыбу дома и сразу продавала оптовым клиентам. Акчелтой Акберикова. Продавец. Город Балыпчи. Иссыкульская область. Но видя, как рыба для продажи висит без упаковки на обочине дороги, где пыль и выхлопные газы от проезжающих машин, мне пришла идея вакуумной упаковки для рыбы. Увидели в Инстаграм информацию о проекте ПРООН и решили подать туда, так как эта идея была у меня уже давно. Написали в ПРООН, получили поддержку и возможность воплотить идею. В отдалённые сёла никто не хочет ехать, но там тоже хотят украсить своё жильё в современном стиле. Каньеет Онолбек Улу. Мастер. Село Кочкор. Нарынская область. Пока наш офис находится только в Кочкоре, но планируем открыть филиал в Джумгальском районе, в самом Нарыне, в Адбашинском районе, во всех районах нашей области. Потом хотим работать по всему Кыргызстану, но локации будут именно в сельской местности. Украшая дома простых людей, мы хотим дарить им счастье, улыбки и любовь к своему жилью. Мы получили 70 тысяч сомов на покупку мебели. По проекту мы закупили две двухъярусные кровати и две односпальные для четырёх комнат. Токтобек Ташкараев. Предприниматель. Село Козеладыр. Карабуринский район. Таласка область. Конечно, всё это далось непросто, но мы справились. Ежемесячные доходы у нас хорошие. Но ситуация с ковид, закрытые границы, карантин отразились на работе нашего хостела. В дальнейшем у нас планы открывать социально ориентированное кафе или запустить схожий проект. Я вижу себя партнёром Джон Голд. Это будет арт-отель. Мы выставим работы художников. Участвуя в проекте «Джон Голд», мы получили инвестиции через Джон Голд. Сейчас завершаем ремонтные работы. Мергуль Каракозуева. Предпринимательница. Город Коши. Когда завершим работы, будут обеспечены до 15 человек. Плюс будет кофейник, конференц-зал. Летом думаем поставить столы на улице и открыть террасу. У меня проблемы со слухом. В 12 лет заболела и перестала слышать. До этого я делала ручные подделки на продажу, позже открыла продуктовый магазин. Искала бизнес, который бы мне подходил, чтобы я была счастлива, занимаясь ним. Познакомилась с одним туристом, и он подсказал идею открыть хостел. Я открыла свой первый хостел, одна небольшая комната возле магазина. Я работаю здесь стоматологом с 2009 года. Всегда хотел приобрести визиограф рентгенаппарат, но денег не хватало. Получили через Джон Голд 300 тысяч сумм. Адахан Раймов, стоматолог, Сузакский район, Джалабадская область. На 320 тысяч мы купили полный комплект радиовизиографа. Этих денег хватило на аппараты и компьютер. В нашей стоматологии три кресла. Благодаря аппарату наша работа стала лучше. В процентном соотношении, думаю, это 70-80%. Очень хорошо помогает он в диагностике. Потом, во время лечения тоже, и когда смотрим результаты лечения. Как ответ на вызовы пандемии в рамках проектов в пилотных регионах был поддержан 31 социальный проект на сумму почти 4 миллиона сумм. Это образовательные курсы, по окончанию которых люди получали работу, онлайн и офлайн тренинги, экологические проекты, проекты по улучшению доступа к информации. В селе Кучкор была оказана финансовая поддержка в строительстве школьного туалета. В период вспышки COVID-19 в шести районных больницах были оборудованы кислородные станции. Все началось с этих курсов, потому что курс Дилгир замотивировал нас. Мы участвовали во многих семинарах благодаря этому курсу. Ушел к курсу, на сегодняшний курс, на сегодняшний семинар. Одина Мамадалиева, учительница, Базар-Кургонский район, Джаллабадская область. У нас очень много талантливых парней и девушек. Играет на камузе, на гитаре. Есть и те, кто пишет книги, стихи, издают сборники своих произведений. Даст Бог, думаю и верю, что эти молодые таланты благодаря нашему проекту смогут реализовать себя. Проблема занятости – один из главных факторов миграции и радикализации среди молодежи. Получившие в рамках проекта поддержку бизнес и социальные идеи уже принесли свои плоды. Созданы новые рабочие места в регионах. Редактор субтитров А.Семкин